Фасад дома номер 5 по улице Репина выглядит как фотоколлаж. Покрытая трещинами прошлое, светлое будущее и настоящее все в строительных лесах. Сначала в фонде капремонта планировали привести в порядок крышу, но после проверки состояния дома вместе с жильцами решили сначала заняться фасадом. Зданию скоро исполнится 60 лет. Трещины по дому пошли, да, трещина, потом вот кое-где вылетали кирпичи из-под окон и это низ весь отваливался. Ремонт фасада дело тонкое, можно делать только при плюсовой температуре. Пока было холодно, в апреле вели подготовительные работы. Леса установить, скажем так, отбить старую штукатурку, где требуется очистить старую краску. То есть пока мы вот этими подготовительными работами занимались, погода уже наладилась и мы стали уже в полный рост заниматься именно работами, что касается утепления фасада. Дом утепляют пенополистиролом, покрывают специальной сеткой и затем наносят слой декоративной штукатурки. Деревянные подъездные окна заменят на пластиковые. Представители подрядчика и фонда капремонта активно сотрудничают с жильцами. Привести фасад в порядок обещают уже через два месяца. У нас есть реестр квалифицированных подрядных организаций. Их сейчас 97, которые прошли отбор и которые уже выполняют свою работу качественно, добросовестно. Через две недели закончится ремонт крыши в доме на проспекте Победы. Большая часть работ уже завершена. Кровлю в этом доме не ремонтировали 50 лет. Активные работы начались в феврале. Уже заменили перекрытие. До этого отсюда вывезли десятки кубометров сгнившего дерева. Сама крыша была покрыта шифером. Его тоже уже сняли и заменили на металлический профнастил. Поменяли обшивку, установили новый водосток, утеплили чердак. Подрядчик признается, объект сложный. Без помощи жильцов ремонт затянулся бы надолго. Здесь, во-первых, очень много насаждений. Там газовая труба. Здесь подъезды, здесь машины стоят. Здесь очень трудно поставить технику. Да, Иван Егорыч старший по дому помогал обрезать деревья. Здесь невозможно ни краном поднять ничего. В этом году в Новокуйбышевске по программе капитального ремонта приведут в порядок 58 домов. В основном это ремонт кровли и замена инженерных систем. Сроки окончания работ подрядчикам определились строго. 1 сентября. Олеся Корецкая, Константин Головин. События.